На самом деле, так прикольно снимать себя. Посмотрев на мое лицо, понятно, что огурцы мы не взяли. Всем привет, меня зовут Алексей Столяров, и сегодня будет очередной эксперимент. Но первое, что я хочу сделать, это познакомиться со своим другом Серегой Мироновым. Здорово, друзья, здорово, Леха. Я последние пару месяцев живу в Таиланде, и сегодня мы с Лехой, он у себя там, в серости, а я в прекрасной стране, в теплой. И пойдем, закупимся на три дня. И у кого же выйдет дешевле? Цель нашего эксперимента такова, что Серега Миронов находится сейчас в Таиланде, на Пхукете, и будет закупать продукты вместе со мной на целых три дня. Только он в своей стране, а я в холодном Санкт-Петербурге. Ну и первое, что я нашел, это лента. Сегодня будет необычный выпуск, как вы видите, я снимаю сам себя на GoPro. А все потому, что люди не будут знать, что мы находимся в магазине, потому что они нам не разрешили это сделать. Ну, раз не разрешили, значит, мы будем как-то выкручиваться, поэтому я взял GoPro и погнали вместе со мной. На самом-то так прикольно снимать себя. Так, берем тележечку и заходим в магазинчик. Надеюсь, нас не попалят. Итак, первая у нас остановка это яйца. Ну что, на три дня я, наверное, возьму 30 штук. Итак, Синяминский возьмем, да, наверное? С1, все нормально, 219 рублей. Надо у Сереги обязательно выиграть, потому что надеюсь, что все-таки на курсе евро-то я должен подняться, потому что вроде бы я слышал, что бат в Тайлот-Лайнде сейчас 1 к 2. Так, дальше едем. Творог. Сколько мне нужно будет творога, я не знаю. Так, мой любимый домик в деревне. Кстати говоря, я недавно проводил эксперимент, и он, кстати, неплохо себя привил. Творог 61 рубль. 170 грамм. Обычно я ем где-то грамм 300, поэтому 6 штук, да? Да, блин, текуча всякой вкуснотищи, есть рыба, стоит неплохо, даже соленая. Блин, был бы я на месте, конечно, с Серегей Мироновой, я бы здесь все купил. Да, кстати говоря, забыл вам рассказать, почему яйца-то будем. Все знают, что это самый, ну, простой белок или легко усваиваемый. А почему творог? Потому что очень люблю молочку. Многие говорят, что у него, что у него инсулиновый отклик такой. Очень высокий, но главное не жрать на ночь. А с утра очень круто, на самом деле, потому что тоже белок быстро усваивается у творога. Ну и, конечно же, он богат кальцием, и все помним, что в нем есть такой протеин, как козин. Надеюсь, грудка не подорожала сильно. Что, как жрать-то? Полетик у нас по 987 грамм. Килограмм стоит 236 рублей. Возьмем три полетика. Ну, потому что примерно я где-то съедаю, ну, около килограмма грудок. На 600 рублей только грудок, грубо говоря, взяли. Сейчас мы едем в отдел фруктов. Даже не буду заезжать вообще в красную рыбу, потому что не хочу видеть пары по 900 рублей. Так, ну что, мы теперь в фруктах. Нужно взять грейпфрут. Возьмем, не знаю, не буду замерять, это как, ну, там, не знаю, сколько килограмм, граммов. Важно то, что в грейпфруте всего, что мне нравится. Очень много витаминов, невысокий гликемический индекс, всего 22, поэтому, кстати, ну что, взяли. Сейчас пойдем взвешивать, посмотрим, сколько это бабла выйдет. 80 грейпфруктов. Соточка вышла, соточка. Так, а теперь яблоки, обязательно яблоки. Кто знает, почему зеленые яблоки гораздо полезнее, чем красные, потому что они молодые, в них гораздо больше железа и витамина. Пока набираю яблоки, расскажу вам, на самом деле, я всегда такой рацион беру, ничего-то сегодня не придумал специально для вас. Нормально беру вот яблочки, грейпфруты, обычно, знаете, потому что сейчас зима, надо покушать нормально, витаминализировать в организме, чтобы не заболеть, потому что вокруг все болеют. 104 рубля за килограмм будет цемать. Ладно, пойдем взвешивать, посмотрим, насколько мы взяли яблочек. Так, 104 рубля. Поехали дальше. Уже наша корзиночка пополняется. Что, нам нужны овощи, да, наверное? Огурцы. Знаете, что? Огурцов-то я не вижу. Вот это все огурцы. Ленда позорище. Ну и что, что мы ночью снимаем, могли бы огурцы-то нам притащить? Огурцы с Ираном. Как-то не очень мне нравится. Поэтому идем в отдел круп. Ну, возьмем огурцы, возьмем. Ну, как же мы без огурцов-то, да? Возьмем какие-никакие все-таки это огурцы. Посмотрев на мое лицо, понятно, что огурцы мы не взяли. Они очень мягкие. Просто отвратительно, реально. Я понял, почему никто их не брал, почему они остались. Идем дальше. Вкусно, няни, на проходим. Кстати, меня всегда удивляло, почему чипсы так тюшистые? Да, друзья, хоть закупочка-то у нас скромная, но без чего я не могу, это без льного масла. Все помним, да, про жира омега-3, омега-6. Обязательно. Даже просто не обсуждается. Слушайте, на самом деле, нам осталось купить гречью и овсяночку, и все, и на тасс. Что, мы люди не гордые. Я обычно беру на ту большую. Но сегодня-то мы закупаем на 3 дня, поэтому возьмем 800 грамм. Нормально. Друзья, сейчас я вам расскажу, какую нужно брать овсянку. Вот такую. Не такого говня, а вот такую. Знаете почему? Потому что это цельнозерновая. Ее надо варить. Я обычно запариваю на ночь, оставляю. Все думают, что вот это долго. Но, ребята, это гораздо полезнее. Там много клетчатки. А то, что тут ясно-солнышко, это шлифованное и вообще неинтересно. Так, все, мы закупили. Геркулес, гречи, творог, яблоки, грифрут, яйца, кура. Единственное, честно, что они закупили, это огурцы. Но, ребята, они действительно отвратительные. Они были отвратительные. Поэтому сейчас мы двигаемся на кассу. Я считаю, мы купили все необходимое. Если мы что-то упустили, обязательно пишите комментарии. Хлеб я не покупаю, не беру. Хлебцы взять. Это тоже как-то не увижу смысла. Я взял сейчас чисто необходимое. Поэтому будет интересно самое, что Серега взял у себя, да? Там в Таиланде. А сейчас мы самое интересное. Едем на кассу, которая работает. Ставь лайк, если ты тоже бесился от этих ситуаций. Кассы не работают. Идем. Я уже не знаю. Кассы, наверное, 5 прошел. Идем, идем. Мне кажется, я уже потерял калории. Кардио какой-то. Все правда не работает. Вроде все. Вроде бы ничего не купили, ребят. Вроде бы. Но сумма у нас получилась. Внимание. Сейчас мы выйдем на улицу. Господи, как холодно. Серега, надеюсь, тебе гораздо было приятнее снимать. Ребят, не вру. Итого, 1738 рублей. Скидка по карте ленты 117 рублей 46 копеек. Купил я просто ерунду. Ну все, вот и подходит к концу наш выпуск. И с ним наш эксперимент. Кто из нас выгоднее закупился, Серега, либо я, я не знаю. Но можешь узнать ты, перейдя по ссылке, которая находится в описании. Либо нажав на нотацию, которая выставится здесь. Там ролик Сереги, которым ты можешь узнать, как он закупился по Хукете. И кто выгоднее закупился, либо я, либо он. Ты узнаешь чуть позже. Ну все. Если тебе понравился этот выпуск, ставь лайк, комментируй, подписывайся на мой канал. Ну и, конечно, с вами был Алексей Столяров. Пока. Еду уже сейчас в машине домой. И мне так понравилось снимать самому себя на GoPro. Что скажете? Пишите в комментариях, хотите ли вы видеть такие же выпуски. Ну хотя бы иногда, может быть. Сегодня прикольно получилось. Спасибо вам, друзья. Пока.